Автомобиль 2 в 1 Умная бутылка и кольцо-кошелек. Как носимые устройства делают нашу жизнь комфортнее? Носимые, умные, полезные. В Лондоне прошла выставка The Wearable Technology Show. Сотни компаний показали, какие умные устройства мы будем надевать на себя, класть в свои карманы и сумки. Далее краткий обзор некоторых из них. Выглядит как обычная бутылка, которая сейчас есть едва ли не у каждого третьего. Но эта умная бутылка, она умеет давать советы. Компания из Нидерландов MySmartBottle создала это устройство для тех, кто заботится о своем здоровье. Внутри бутылки есть датчик, который контролирует потребление жидкости пользователем. Он связан с мобильным приложением, которое учитывает потребление воды и даже выводит напоминание, если пора пить. Все люди разные, поэтому прежде чем начать использовать устройство, юзеры должны внести в приложение данные о весе, росте и возрасте. Каждый хочет знать больше о своем теле и хочет знать, что сделать, чтобы быть в хорошей форме. На рынке подобного нет. Мы считаем частоту сердечных сокращений, шаги, все. Но ни один девайс не измеряет гидротацию организма. А ведь это очень важно. Это оказывает серьезное влияние на наше здоровье. Если компания успешно пройдет этап краудфандинга, умную бутылку можно будет приобрести по цене около 85 евро. Кольцо вместо кошелька, пожалуй, удобно. Это разработка британской компании MacLear. Кольцо работает с помощью технологии NFC, при этом его не требуется заряжать. Корпус водонепроницаем. Представители MacLear утверждают, что транзакции занимают от половины до полутора секунд. Также они убеждают, что кольцо не может быть использовано, когда ладонь расправлена. Это своеобразная защита от воровства. Платеж можно провести только если рука сжата в кулак. Мобильное приложение отправляет уведомления при каждой транзакции. Пользователи также могут установить лимиты расходов и деактивировать кольцо одним щелчком мыши. Кольцо для оплаты покупок предлагают приобретать по цене 130 фунтов стерлингов. Это позволяет вам быстро, удобно и безопасно расплачиваться. Не надо искать и доставать кошелек или телефон. Часы, которые свяжут вас с вашим врачом. Это носимое устройство от израильской компании Oxytone Medical умеет многое. Оно измеряет насыщение крови кислородом, температуру кожи, частоту пульса, частоту дыхания и многое другое. Задача гаджета в том, чтобы обеспечить врачам средства для продолжения госпитального мониторинга пациентов с высоким риском обострения после того, как они покинули больницу. Большинство медицинских приборов не позволяют проводить непрерывные измерения и непрерывный мониторинг. Это плохо. Пациенты после 3-4 дней в больнице теряют связь с медиками в режиме реального времени. И 3-4 дня в больнице недостаточно. Устройство это исправляет. Автомобиль два в одном. Скоро будет и такое. На днях в Швейцарии завершился Женевский автосалон. На нем множество производителей представили свои прототипы и разработки. Одну из них мы сейчас и покажем. Производители автомобилей собираются изменить концепцию колесного транспорта. Главный признак автобудущего – автономность, а еще модульность. «Ринспид» – компания, которая специализируется на разработке футуристических автомобилей, создала концепцию «MicroSnap Ecosystem». То, что вы видите позади меня, это система модулей. Я бы даже не называл это автомобилем. Это больше похоже на экосистему, мобильную систему. Уникальность ее в том, что мы разделили шасси или скейтборд, как мы его называем, с кузовом. По замыслу создателя, экосистема работает так. Утром и вечером машина занимается доставкой людей в офисы или домой. Однако днем, когда этого делать не требуется, можно снять пассажирский модуль и установить отсек для доставки продуктов или других товаров. Это универсальная система, она экологична и позволяет уменьшить количество транспортных средств на дорогах города. Смотрите проект «Хайтек» на телеканале «Хабар-24» и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих изобретениях, мы покажем их в эфире. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok